Вступительную часть я завершаю, и сейчас мне хотелось бы пригласить нашего сегодняшнего спикера, уважаемого Константина Николаевича Костюка, директора компании Директ Медиа, который и познакомит нас со второй частью вебинара. Начинали мы его в феврале, обещали, что вторая часть будет в марте. Есть ли будущее у ЭБС? Константин Николаевич, сегодня-то вы нам ответите на вопрос, есть ли будущее у ЭБС? Вот реально очень волнует. Мы с вами вместе ответим, думаю, что будет понятно. Добрый день, дорогие друзья и коллеги, с первым днем весны вас, хорошего настроения, давно ждали, как говорится. Ну и начнем его с продолжения темы, которая многих, конечно, волнует. Есть ли у ЭБС будущее? Ну, как вы видите, как вы уже, те, кто были на первой нашей встрече, поняли, что это скорее такое название завлекалочка. Мы первую часть разговаривали вообще об изменениях информационных ландшафтов, даже дошли до таких основательных понятий, как постцивилизация и как работает информация вот в этих новых условиях, что это такое. Ну, а сегодня уже, конечно, приблизимся к конкретике и будем говорить о том, что мы делаем и что в первую очередь имеется в виду в нашей теме. Ну, кратенько напомню то, к чему мы пришли в прошлый раз о постцивилизации. Постцивилизация — это не после цивилизации, а это ее особое новое состояние, как и постмодернизм. Это все тот же модернизм. И то, что я имею в виду под этим, это состояние общественного сознания, в которое возникает равенство и плюрализм субкультур, и, собственно, теряется некое доктринальное единство цивилизации, которое всегда было ей свойственно, которое всегда отличало вот то, что мы называем цивилизацией. Вот, существовать можно и в постцивилизации, мы дикарями от этого не станем, но надо отличать, что очень существенные изменения произошли. И центральное наблюдение, что происходит в постцивилизации, вернее, не происходит в постцивилизации, она как бы отказывается от борьбы за истину, от выстраивания согласованных, ценностных и истинных иерархий. Вот это вот понятие истины с большой буквы, оно было всегда, а вот новое состояние релятивизма, оно, собственно, настолько толерантно, что уже вот теряет чувство, что такое, если, соответственно, рушатся все вот те иерархии и институциональные подпорки, которые раньше ее поддерживали. И само понятие знания тоже теряет свою опору в концепции истины, и поэтому уходит потребность в обосновании мировоззрения, в работу над базовыми знаниями, вообще в образовании именно как синтезе знаний. Знания инструментализуются, становятся средством, становятся таким очень мобильным и гибким комплексом представлений. Вот это, собственно, и результаты изменений информационного ландшафта, которые произошли, произошли благодаря цифровой революции. И один из причин, источников этого состояния – переизбыток и неспособность управлять потоками информации в условиях цифровой революции. То есть слишком много претензий на значимость, на истину, так что, в конце концов, вот у всех опустились руки, и существуем как можем, каждый со своей истиной. Вот, соответственно, сразу поменялись параметры информационного поля. Как я это выразил? То, что знания потеряли институциональные подпорки, они представляются как слабые знания. Вот было понятие слабых связей перед тем, как возникли социальные сети. От сильных связей коммуникативных, дружба перешли к сетевым связям, которые слабые, но также функционируют и создали совершенно новый мир. То есть это вот уже знания и суждения, которые скорее на стыках, а не в глубине концентрируются, ориентируются скорее на экстенсивность, а не на интенсивность. И это, да, некое ослабление качества знаний того, что мы получаем, которое компенсируется его количеством, мощью информационного потока. Вот фильтровать его, противостоять ему просто сегодня невозможно. И вот этим наполненным коммуникативным потоком информационной сети теперь заполняет все пространство, они становятся такие многомерными, мы это все в прошлый раз обсуждали, создается коммуникационный насыщенный информационный ландшафт. И знания зачастую заменяются коммуникацией, в ней не разлетишь, что знание, что незнание. На место понимания, которое раньше строилось, приходят к компетенции. То есть не важно знать, важно уметь. И это мы сейчас видим повсюду, запрос общества, запрос людей на то, как научиться, чему научиться, как это делать, а не то, что, собственно, там лежит в основании. Ну и, соответственно, в этой новой информационной среде и ландшафте кардинально меняется роль книги и библиотеки. Вот о библиотеке мы в основном и будем сегодня говорить. Что такое библиотека? Библиотека – это отражение картины мира, выраженной в знаниях. И вот то понятие библиотеки, начиная с Александрийской, оно вот старалось в себе содержать те представления о мире, который человечеству свойственен на данном этапе. И сегодня библиотека – это мощный институт с тысячами присутственных мест у нас в стране, построенный иерархически, как любые государственные, бюрократически иерархически построенные модели. Но иерархия знаний – это немножко другое, чем организационная иерархия. Это скорее восходит к тому, что в богословии называется небесная иерархия, от высшего к низшему. И в целом традиционная конструкция библиотеки, как иерархически построенного института, выросла из классической модели иерархии знаний. Высшая истина и более низшая. Индукция – дедукция. Так вот, расщепление знаний миров постцивилизации, оно ведет к разрушению этой модели. Библиотеки, как мы будем говорить, призваны отражать и поддерживать эти разные разнообразные миры, и, соответственно, их иерархия рушится. А вот наши классические бумажные библиотеки, они настолько статичны и локализованы, что они не в силах, не способны соответствовать той новой архитектурнике и знаний в контексте постцивилизации. Она или вот такая иерархическая, или начинает разрушаться, как разрушаются кирпичные знания. А теперь давайте попробуем вот эти тезисы обосновать детально, немножко углубиться, почему так происходит. И начнем с анализа того, как библиотека функционирует в качестве технологии использования информации. Ведь библиотека, задумайтесь, это некая технология использования информации в библиотеке для всего массива знаний. Это некие сгустки, некоторые аккумуляторы знаний в общественной памяти, помогают памяти функционировать. В них, ну вот как в аккумуляторах, конденсаторах складируется и систематизируется информация, чтобы при необходимости обратиться к ней, найти и воспользоваться. И если вот мы логически двигаемся, постигаем эту модель, вот легко придем к согласию, что изначальной такой компактной моделью библиотеки является справочник энциклопедии вместе с нашими энциклопедистами 17 века. Собственно, вот тогда, после вот этого прихода энциклопедистов и вообще идеи роста знаний, и приходит библиотека как система. И в библиотеке происходит практически аналогичная работа по поиску информации, как и в энциклопедии, которая представляет универсум знания. Но это уже ручной, обстоятельный и такой физиологический процесс работы с книгами. Нашел, принес, начал листать и так далее. Вот представьте, что мы вот этот наш приход и работу в библиотеке ускоряем в сотни и тысячи раз. Вот это на самом деле не так просто представить, мы сейчас этим и займемся, но можно представить по аналогии физических и световых скоростей. Вот как физические тела двигаются и двигаются электроны. То есть это совершенно разные миры и, соответственно, меняется не просто время, меняются сами принципы хранения и использования информации. Я постараюсь свою точку зрения здесь разъяснить, как это меняется. Давайте обратимся сразу немножко в другую область, область цифровых библиотек, но не то представление об электронных библиотеках, которые мы сформировали. Это уже некий такой посредник, некий продукт нашего понятия библиотек. А то, что понимается под библиотеком в программировании, то есть в самом средоточии цифровых технологий в искусственных языках, которые создают, программируют цифровые миры. В программировании библиотеки немножко другое имеет понятие, чем мы привыкли. Это коллекции или множество, или базы данных готовых функций, классов и объектов для решения каких-то задач в рамках некоторого языка и системы. То есть это уже какие-то пулы готовых вещей. Если программист работает с языком, и ему нужна какая-то специфический функционал, он может разрабатывать это, конечно, с нуля несколько лет, а может прибегнуть к готовой библиотеке, загружает, покупает ее, и вот эти все функции практически очень быстро у него под рукой. И вот в такой цифровой библиотеке, в таком понятии объектами может, по сути дела, быть все. И вот эти вот библиотеки, они не построены иерархично. Они всегда под рукой, они существуют сетевым способом, который нам уже тоже хорошо знаком. Это некие присоединяемые и отсоединяемые тематические модули, очень гибкие и локальные. И как работает библиотека в этом случае? В случае искусственного языка программа пробегает, вот это множество, которое дает библиотека множество объектов, за доли секунды выбирает необходимый элемент и включает его в код программиста. Ну вот, собственно, этот процесс, он происходит и в случае настоящей большой библиотеки, и в случае электронной библиотеки, но с разными скоростями, а поэтому и меняется значительно суть процессов. Вот слева я попробовал воспроизвести традиционную работу человека, эксперта в библиотеке. Вот он пришел в эту огромную коллекцию книг. Он нечто ищет, и то, что руководит его поиском, это некие экспертные знания, некие справочники в его голове. Он представляет, что он должен найти и формулирует запрос. После этого он переходит в каталог библиотечный и ищет среди книг, ну, соответственно, находит, выбирает. Вот это цепочка. Вот то, что происходит в работе с электронной библиотекой, оно, по сути, ту же цепочку воспроизводит, но уже по характеру совершенно другой. Вот то, что у меня справа отражено как кэш, это некие, это тоже справочники, то, что постоянно из библиотек используется, то, для чего не нужно ходить отдельно в библиотеке, оно в этом кэше загружается и всегда находится под рукой. А сами библиотеки, они здесь могут функционировать как книги. То есть для электронной среды, что книга, что библиотека, это тот же просто массив данных, который проходит примерно с той же скоростью. Вот. И вот в результате обращения в библиотеки, ускоренной с помощью кэша, это все результируется в результатах поисковой выдачи, которую уже использует эксперт. Вот. Вроде бы то же самое, только намного там сотен раз быстрее. Но при этом результат оказывается совершенно другим. Вот она, автоматизация, которая происходит в этой сфере. Если человеку в классической библиотеке нужно приходить и проводить эту работу самостоятельно, перебирая руками, глазами, головой, то во втором случае практически все эти процессы происходят автоматически. То есть запрос, по запросу пробегаются все данные и выдается поисковый результат. Человек никуда не ходит, ничего, буквально секунда. И он получил то, что он раньше, на что раньше тратились там часы и время. И здесь ему вот сама суть его работы уже совсем другая. Ему, по сути дела, не нужно искать в библиотеке. Он уже получает результаты этого поиска. Ему нужно только оценить, проанализировать результаты этого поиска. И это уже совершенно другие компетенции даже у эксперта. Да, здесь, там где работает машина, искусственный интеллект, здесь обязательно все должно закончиться настоящим интеллектом человеческим. Но эта область человеческого интеллекта уже в самом конце возникает, там где появились результаты поиска. Все остальное заменила машина. То есть вот это вот то, что раньше было человеческим интеллектом, заменило механическая работа с информационными носителями. Ну и эксперт, соответственно, нужен не чтобы искать информацию, а чтобы интерпретировать результаты поиска. И вот это вот изменение роли человека, человеческого мышления и мозга в работе с информацией, оно, разумеется, меняет и смысл, и место библиотеки. Целый ряд таких важных изменений происходит. Ну, во-первых, для хранения знания вот в этом формате уже не нужна книга как стандартизированный формат информационного носителя. Вот для чего нужна была раньше книга. Потому что она удобно аккумулирует в себе знания. Есть такое понятие человеческая размерность. Вот книга, она соответствует человеческому мозгу, разуму. Это некий такой квант, кирпичик, с которым удобно иметь дело. А вот программе, машине, ей пофиг, да. Ей не нужен такой стандартизированный элемент. И в этом плане между цифровой библиотекой и цифровой книгой с точки зрения обработки информации не существует разницы. Количественная степень перехода библиотека книга, которая всегда вот определяла нашу информационную структуру, она больше не существенна. То есть структурированной информации по принципу книга-библиотека больше не требуется. И второй момент, то, что в аналогичный информационный формат, то есть удобный для перебора, для обработки, превратились и те информационные коммуникативные формы, которые раньше вообще не могли получить вид библиотеки. Вот сегодня мы пользуемся видеороликами, и из них формируются библиотеки. Раньше и не было видеороликов, не могло быть такого формата, соответственно, и библиотек, таких и не было, и не могло быть. То же самое аудиофайлы и те библиотеки, которые возникают на их основе. То есть это точно такие же цифровые библиотеки, как и текстовые, и понятие библиотеки, конечно, радикально расширяется. И вот то, что мы с вами используем на платформах типа YouTube, это на самом деле образ библиотеки будущего, у которой может быть любые объекты в ней фигурировать. И для нас это, в принципе, далеко от нашего классического представления библиотеки. Ну, например, в ней нет каталога и классификатора. Он может быть, но он не обязательно. Но вот в YouTube, по сути дела, нет такого. Программа и так справляется с данными. И почему? Потому что каталог – это результат предварительной обработки закрытых информационных объектов. То есть библиограф, библиотекарь, когда подготавливает каталог, каталогизирует, он открывает книгу, да, которая сама по себе закрыта, и дальше уже каталог работает с результатами вот этой обработки. Для него книги закрыты, а он имеет дело только с вот этими метаданными. Вот в перспективе машина сможет открывать информационные объекты, обрабатывать информационные объекты и создавать уже на их основе те данные, которые раньше служили для каталога. Пока это, конечно, происходит очень частично, да, но это не за горами. То есть машина будет каталогизировать сама информационные объекты. И это одно из ключевых, тоже будет иметь ключевые последствия, потому что наши библиотеки основаны на обработке библиографических данных, метаданных, а вот область наступления искусственного интеллекта – это создание и обработка метаданных на основе самих данных, на основе контента. И, ну вот, это настолько другой подход к работе с информацией, что я бы вот предложил на минуту забыть о том, что вы понимали под библиотекой и понять, что цифровые библиотеки кардинально отличаются от книжных библиотек. То есть их подход к сбору, обработке, хранению информации совершенно другой. И проблема-то в том, что вот те новые, настоящие библиотеки, о которых, вот я сказал, которые с самого программирования там происходит, и потихоньку приходят в нашу жизнь, переобучая нас и нашу работу, они сегодня не опознаются как библиотеки. Ну, то есть не называется, да? Вот я вам сказал, библиотеки в программировании – это для вас там далеко достаточно. Вот. А вот то, что мы делаем с нашими библиотеками сегодня классическими, те трансформации, в которые мы погружаем наши привычные библиотеки, на мой взгляд, как раз уводят и уходят в совсем другую сторону от библиотек. Ну, вот их сейчас по-разному называют. Смыслотеки, по сути дела, коммуникативные пространства, вот эти модельные библиотеки, где очень важно, чтобы люди там общались. Вот сама деятельность публичных библиотек, где все больше каких-то событий, кружков и так далее. Это превращение в коммуникативные пространства, ну, который не с библиотеками, не из области библиотек, да, а совсем из другой какой-то образовательной, знаниевой шоу и так далее, досуговой области. Вот, вот этот вот такой переход, мне кажется, интересный. Мы сами не замечаем, как из библиотекарей становимся не библиотекарями. А вот создание цифровых библиотек, которые кардинально отличаются от процесса создания книжных библиотек, вот здесь требуются специалисты. И вот в ближайшем будущем такие специалисты действительно будут востребованы. цифровые библиотекари, назовем их. Вот о них как-то говорят очень мало, и они вообще остаются за кадрами. Они там в области, где программисты ходят. Их никто сегодня не готовит, как библиотекарей, или не готовит осознанно. И это очень большое, важное непопадание, такая в суть дела, на мой взгляд. Вот это, так сказать, некая прелюдия к моему пониманию и вообще к разговору об электронно-библиотечных системах. Есть ли ЭБС в библиотеке будущего, о которых я говорил выше? Вот задумаемся об этом. Но подытоживая то, что я, как я рассуждал о постцивилизации и о роли библиотек, я бы вот здесь подвел такие итоги, что вот те субкультуры, которые растут и множатся, они нуждаются в информационном обеспечении библиотеки и библиотеках. И библиотека для каждой такой вот субкультуры, картины мира является некой фиксацией ее в созвездии постцивилизации в новом созвездии знаний. Это обуславливает некоторую полибиблиотечность постцивилизации, то есть необходимость существования множества библиотек в информационном поле будущего. И эти библиотеки, они более гибкие, локальные, многообразные, они подпитываться будут уже коммуникативными сообществами, а не государственными институтами. И одно из следствий этого, что знаниевые области, вот эти самые субкультуры, они лишаются институциональной поддержки. Вот индустриальный век, в котором мы еще с вами живем, это научные библиотеки, потому что вот существовала иерархия, наука вот эту определяла иерархию знаний. Вот следующий век, постиндустриальный, постмодернистский, постцивилизационный, в нем будет много библиотек, но они будут совершенно такие повседневные, локальные и гибкие. Цифровое информационное поле просто становится настолько перенасыщенным, что оно уже не нуждается в информационной поддержке, даже в рынке и в других вещах, потому что информация определяет поведение людей, а не люди поведения информации. И вот в движении к такой парадигме библиотеки, конечно, будут трансформироваться или вообще возникать с нуля в библиотеке нового типа. Сегодня библиотеки, это библиотеки формата, а не темы. В основном они собирают себе книги. А вот в библиотеке будущего будут обслуживать полиформатные тематические сферы. Вот сегодня это делают издательства, когда они там держат какую-то тему под своим крылом. В будущем, как мне кажется, различные тематики будут обслуживать различные библиотеки. Вот если сегодня информационно-библиотечное поле имеет такие базовые фундаментальные разделения, но прежде всего это разделение профессиональной и досуговой информации, то есть это важнейшие области жизнедеятельности. Дальше таких разделений будет больше, но главное разделение, которым будет определяться информационное поле, это модели знания. То есть библиотеки будут определяться моделями знания, а не сферой жизнедеятельности. Ну, например, религиозное поле со своим понятием истины, иерархии и ценностей, это одни библиотеки. Научные библиотеки со своей иерархией знаний другие. Бизнес поле будет нуждаться в третьих. Политическое поле, досуговое, то есть это как и темеры, о которых я говорил, одна иерархия может не признавать другую, но каждой нужна будет библиотека. Это немножко в сторону того представления о новой свободе и новой этике, о которой недавно заявил в таком нашумевшем выступлении Константин Богомолов в своем манифесте с некой критикой грядущих времен. И в этом мире действительно сложный человек станет простым, а простой усложнится. И в чем-то каждый будет глубже внутренне, в чем-то будет плоше внешне. Эти изменения не остановить. И глобализация, о которой мы тоже много говорим, которая вроде бы все объединяет, она имеет и противоположный полюс сегодня, расколотость сознания, где куски невозможно слепить воедино. И вот эта ситуация невозможно слепить воедино, это совершенно новое для человечества. Ну вот таким образом немножко мы определили библиотеки их роль в информационной в информационном ландшафте будущего. электронные библиотеки будут, но они совсем другие библиотеки, так скажем, чем мы сегодня понимаем под библиотеками. И давайте перейдем к электронно-библиотечным системам, потому что это тоже некий такой полуфабрикат, переходная форма от библиотек старого к библиотекам нового. и тут уже можно будет поговорить вообще над чем мы работаем, что мы видим в перспективе этого строительства. Вообще электронные библиотеки в новой информационной среде. Яндекс по этому запросу находит более 7 миллионов ответов. библиотеки сегодня уже электронные библиотеки это такое привычное контентное сопровождение субкультур и экспертных миров. То есть электронных библиотек уже гораздо больше чем наших классических привычных. Какие это библиотеки? я вот здесь выделяю две категории информационных контентных платформ агрегаторов. Это мега платформы по формату которые объединяют контент одного типа. Ну например YouTube видео или Литрес книги или Web of Science переводику единые по формату. И вторая категория это платформы по функции которые объединяют различный контент но одного функционального круга. Ну например соцсети где разный контент может быть представлен для своего сообщества. Или например платформы изучения иностранного языка разные совершенно форматы. ЭБС относится частично и к первому типу библиотеки по жанру и концентрируется на книгах и по функции. То есть ориентируется на образование. Если вы помните когда возникло понятие ЭБС многие считали его искусственно рожденным и термином и продуктом и грозились что ЭБС проживет недолго. Ну в общем-то после вот этой мистификации и десятилетних споров сегодня дискуссия намного спокойнее. все понимают что ЭБС это электронные библиотеки созданные для сферы образования. Вот таким путем они и примыкают к тому что я говорил где библиотека обслуживает всегда какую-то сферу. Является ли ЭБС международным явлением? Да ЭБС позиционируется между ЛМС Learning Management System то есть он организация учебного процесса онлайн и сугубо контентными электронными библиотеками такими как НЭП или библиотек Машкова у которых другой функции кроме как коллекционировать книги нет. Вот и сразу скажу ЭБС как специализированная электронная библиотека представляющая специальные функциональные сервисы в области образования вот в таком четком понятии получив свое собственное название это наверное произошло только в России вот благодаря всем таким организационно институциональным мерам потому что в других странах это была просто эволюция но тем не менее привела к подобным же результатам ЭПСК и БУК или Проквест и БУК Централ это аналоги научный и учебный ЭБС с похожим функционалом сервисами и задачами так вот над чем работаем мы и другие ЭБС в каком направлении развивается отечественный ЭБС вот я постараюсь кратко осветить ну прежде всего на нашем примере суть этой работы вот и привлеку в том числе вот недавно вышедшее исследование университетской книги ЭБС библиотек очень полезная вещь но она формирует представление с точки зрения библиотеки то есть по ту сторону да а я вам расскажу по эту сторону как мы это видим вот кстати рейтинг такой некий популярности ЭБС почему во-первых ЭБС много это такой корректный и интересный вопрос потому что на самом деле в информационной среде как правило формируются какие-то гиганты которые захватывают все ну например Амазон да весь книжный рынок в том числе онлайн захватил или вот Литрес тоже в течение десятилетия захватил практически весь рынок популярной литературы почему это почему все-таки здесь у нас как вы видите около дюжины ЭБС и будут ли они существовать и дальше в таком виде ну во-первых одна из основных причин потому что базы данных книг регулируется авторским правом и поэтому рынок разбивается на нескольких агрегаторов с разными условиями кому-то дают права кому-то не дают издательство права уже там одно не построишь но существует и целый для литреса или амазона это не стало препятствием поэтому существует еще целый ряд обстоятельств почему возникает много игроков на рынке прежде всего потому что в образовательной сфере важны не только контент но и обслуживание юрлиц общение с библиотеками различные сервисы подходы и в общем когда конкуренция наука экономическая наука ищет научит нас что это всегда хорошо и вот российский ландшафт образует около дюжины ЭБС которые значительно отличаются по тематике по ступени образования по модели доступа предоставления контента это ЭБС от издательств это ЭБС от агрегаторов и тем не менее основная функция всех ЭБС на сегодня это так называемое закрытие дисциплин вот при этом считается что ни одна этого не делает поэтому их существует много и ЭБС вот в данном исследовании в частности тоже рассматривается как основные которые закрывают по максимуму или дополнительные вот я таким образом вас тоже знакомлю с результатами этого социологического исследования и вот со стороны библиотек оценка основных критериев выбора достоинства ЭБС это полнота охвата по ассортименту совпадению по профилю с организацией рекомендации преподавателей которые рекомендует ЭБС наименьшая цена наличие контента в современном формате дополнительные сервисы агрегаторов вот это различные факторы которые помогают продвигаться при причине по которым библиотеки приобретают другие ЭБС я бы обобщил это немножко в другой модели вот справа выделил четыре ключевых фактора платформа и ее качество это сервисы инновации универсальность это продажи то есть совершенно разная политика продаж активный маркетинг или пассивный акции демпинг охват различных территорий вот здесь на первой на первом месте так сказать рыночные агрессоры которые активнее всех проникают это продвижение ну тоже связано то есть присутствие на конференциях проведение собственных образовательных программ по ЭБС рекламы соцсети здесь на первом месте продвижение публичные ЭБС которые присутствуют в публичном пространстве вот ну и наконец и может быть самое главное конечно это контент где у каждой ЭБС есть какой-то свой эксклюзив есть свои собственные базовые учебники или нету их ну и вообще различная контентная политика которая и формирует разные продукты вот из этих вот четырех элементов складывается работа над развитием ЭБС ну и начнем и сконцентрируемся на том что собой представляет ЭБС как сервис как платформа вот наш давний слоган в этой связи быть быть больше чем книга и действительно если к электронной книге ничего не добавляется то ЭБС это такой воздушный посредник который собственно и не нужен он просто как розетка как электрический кабель просто доносит до нас книгу но на самом деле происходит по мере того как он доносит книг происходит много чего интересного и вот эти вот сервисы постараемся сегодня проанализировать ну как я сказал ЭБС построена по функциональному принципу для информационного сопровождения учебного процесса и ЭБС отличается от электронных библиотек тем что они являются программными комплексами внедренными learning management system ну то есть какую-то электронную оболочку информационно образовательную среду и служит элементом вот таких больших образовательных функциональных комплексов и сервисы ЭБС направлены на то чтобы учебная литература была интегрированным а не внешним элементом учебы но чтобы учебная литература входила в эти программные комплексы на которые переходят управление образованием какие это сервисы ну во первых поиск литературы в большом информационном массиве ключевая вещь это собственно и задачи библиотеки во вторых рекомендательная и библиографическая навигация это тоже классическая задача библиотеки найти книгу и в этом надо человеку помочь удобство и комфортность использования то есть некое продолжение руки протянул и получил книгу для этого дизайн оформление железо служит и так далее и вот за каждым из этой функции практически поиски большая работа как это сделать этим собственно мы и занимаемся в результате этого это тоже как бы сервис который должна предоставлять ЭБС обеспечение мониторинга всего информационного ландшафта науки то есть в новой информационной среде университет должен быть адекватно обеспечен информацией и это как раз и функция информационных платформ электронных библиотек ЭБС в том числе ну и наконец еще одна задача сверхзадача это обеспечение работоспособности правовой и экономической модели использования контента это вот большая цепочка работа с автором с издательством чтобы юридические условия доступа к книге обеспечить чтобы экономически обеспечить всю цепочку работы над книгой над информацией это так сказать невидимая часть айсберг вот те задачи на которые направлены сервисы ЭБС и далеко не в каждой электронной библиотеке они есть поиск например везде наверное а вот эта вот работоспособность правовой экономической модели это специально ЭБС задача и если вот касаться разбить весь функционал на те сервисы которыми нужно работать которые должны присутствовать в электронной библиотечной системе я опять воспользовался вот схемой в ней входит и поиск и чтение каталог сервисы доступа библиография статистика интеграции различной рекомендации литературы и различные дополнительные опции там для незрячих и так далее вот это так сказать с нашей производственной точки зрения с точки зрения библиотеки вот тоже был вопрос в исследовании сервисы которые нужны которых не хватает сегодня респондентам да инструменты представляющие унифицированную статистику единая точка входа интеграции собственными ресурсами сервисы для публикационной активности discovery сервисы и так далее вот разная точка зрения где-то они пересекаются где-то не очень мы пересекаемся вот но вот это вот структура функционала на на которые опираются наши сервисы но главное требование которое предъявляется кбс это конечно снабжать предмет книгой вот даже не столько читать эту книгу как в обычной электронной библиотеке снабжать дисциплину книгой соответственно построение книгообеспеченности дисциплин и над этим мы работаем и в политике комплектования и в своей сервисной политике и вот те особые продукты или подходы которые при этом демонстрируются это например формирование экспертно подобранных комплектов литературы под УГСН это и каталог УГС УАйПиАрбук например и коллекции ЛАНи для того чтобы закрывать дисциплины как можно более полно вот я буду стараться тоже говорить не останавливаться только на нашей ЭБС привлекать опыт и работу которые ведутся другими ЭБС чтобы показывать наши пересечения в целом все мы решаем примерно однотипные задачи немножко разными с разными акцентами ну и комплекс сервисов связан с отслеживанием прав сохранением книг обслуживанием бухгалтерским юрлиц удобством физических лиц вот это те задачи в которые мы погружены повседневно и я потихоньку перехожу уже к нашим решениям которые не 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 вытекают из прошлого да и где можно взять аналоги просто сделать точно так же которые именно рождаются в ходе наших поисков наших разработок для того чтобы сделать удобнее чтобы вот эти вот задачи университета легче решить вот это сейчас будет такой список наших инноваций каких-то работ касающихся каталога фарси рабочих программ дисциплин интеллектуального рекомендательного сервиса книгообеспеченности который нами строится сервисами онлайн обучения интеграции в ИВС комплектование ВУЗа интерактивный контент публикационные сервисы то есть это здесь список наших ноу-хау то чем как раз должна быть интересно для библиотеки и университета нашим ИВС вот и начну с аспектами библиографии каталогизации создания каталога для сопровождения учебного процесса и наша университетская библиотека онлайн отличается тем что для работы здесь создана целая система каталогов один каталог по УГС укрупленным группам специальностей другой по ББК традиционную классификатор третий по предметным областям и на них основаны профильные блоки тоже способ рубрикации каталогизации я уже сказал что цифровые библиотеки в принципе не нуждаются в каталогизации как то можно и без них обходиться в частности Литрес например там такой легкий генерируем на основе самих книг каталог и в целом и он является основой но вот для образовательных библиотек каталоги конечно очень важны они позволяют интегрироваться электронным библиотекам учебный процесс смычка старого и нового и качественный сервис каталога это как раз то что отличает ЭБС от других электронных библиотек от других электронных библиотек где это не настолько важно вот ну это мультиформатный каталог я углубляться не буду сегодня я пробегаю как бы методом называния второй комплекс сервисов связан с книгообеспеченностью и заполнением дисциплин вот той функции которую я выделил как самую актуальную с момента прихода в гос.3.0 и здесь мы тоже потихоньку разрабатываем целый комплекс инноваций среди них инструменты проверки и заполнения рабочих программ дисциплин это готовое решение по которому уже на сегодняшний день заполнены около 10 тысяч дисциплин что он позволяет во-первых проверять существующие РПД на наличие изданий ВБС то есть вы всегда можете проверить и удостовериться есть эти издания или что-то другое там стоит поискать или у нас поискать во-вторых этот сервис предоставляет готовый список лучших изданий по данной дисциплине по новой дисциплине по всем УГС третье это информирование об уходе при ходе изданий предложение аналогов если нету такой книги то есть это уже обеспечение книгообеспеченности в таком динамическом аспекте вот ну и как вот если книгообеспеченность это функционал для библиотекаря который видит полностью картину своего вуза который складывается для преподавателя это индивидуальный сервис проверить свою РПД преподаватель может загрузить свою РПД или библиотека может весь комплекс своего вуза пакет используя массовые операции и система распознает издание покажет имеющиеся совпадения ЭБС или аналоги вот эта вещь на самом деле очень удобная с точки зрения аккредитации вуза которая диктует для нас потребность в таком сервисе это конечно ну must have необходимый элемент который должен пройти преподаватель то есть это очень несложно и в результате каждый видит получает привязку своей РПД к книгам ВБС вот но пока не очень активно этим пользуется вот для этого мы не разъясняем эту ценность в общем то то что я сказал это было для индивидуального прежде всего преподавателя общую картину формирует интеллектуальная рекомендательная система книгообеспеченности которые по каждому предмету УГС формирует экспертный список это одно из первых применений искусственного интеллекта в работе электронной библиотеки потому что эти списки формируются на основании анализа РПД многих вузов где изучается эта дисциплина и на первые места то есть качество рекомендаций выходят наиболее авторитетные здания которые в этой дисциплине являются базовыми для заполнения новой дисциплины я считаю такой сервис просто спасение необходимость а для библиотеки это еще и представление вот вообще что и какими книгами можно заполнить в программах университета следующий комплекс сервисов интеграции системами дистанционного обучения этот вопрос конечно был подстегнут в эпоху пандемии прежде многие ЭБС этим занялись интеграции с Мудл но вот мы у нас свое решение мы создали на базе нашей ЭБС тоже проект основанный на Мудл назвали его электронные курсы и в частности в ней свои свои сервисы из них самый интересный ключевой это создай свой курс площадка дистанционных активностей которые можно создать очень просто на основе своего РПД используя контент ЭБС здесь онлайн материалы на учебных книгах основаны это интегрированные вебинарные комнаты проверочные издания тесты системы домашних заданий и что самое главное это бесплатные платформы для преподавателя если у него есть потребность поработать создать свой курс то он может здесь спокойно заниматься используя уже готовый рабочую среду следующий комплекс сервисов и работ это интеграция информационно-образовательную среду ВУЗа о которой я уже говорил ну ключевой здесь ключевая функция бесшовный переход из основных информационных средств ВУЗа ВБС чтобы не было дополнительных интеграций шагов сразу в один шаг в один клик книги ну а кроме вот этого вот этой задачи также интеграция с другими сервисами и подсистемами информационных средств это САБИС антиплагиатом системами управления практически со всеми мы можем интегрироваться это конечно улучшит качество библиотечной работы ВУЗа и вот в частности одна из последних событий в этом это интеграция с платформой управления образованием Автор ВУЗ то есть связка с самыми ключевыми системами управления образованием вот чтобы подробнее познакомиться с вот этой интеграцией самой системы Автор ВУЗ я вас приглашаю на мастер-класс вебинар руководителя этой системы Дениса Тареева 4 марта Директ Академии приходите будет очень интересно платформа самая современная инновационная в общем одно из лучших продуктов на нашем российском рынке переходим к сервисам которые связаны комплектованием ВУЗа и здесь то на что я хотел бы там прежде всего обратить ваше внимание это вот наш тоже сравнительно недавно сервис работы с профильными блоками вот мы с вами уже много раз обсуждали то что ВУЗы все более точечно подбирают контент и соответственно со стороны ЭБС ключевой сервис предоставлять профильную литературу и вот тот сервис то есть рубрикация нашей ЭБС на профильные блоки противоположность базовой коллекции это как раз вот этот новый тренд инструмент мониторинга профессиональной литературы способ экономить средств для университета наш профильный блок дает полный срез всех форматов учебной научной литературы в данном предмете то есть это практически маленький ЭБС по предмету вот в этой это большой пласт работ и здесь я обращу ваше внимание на два наших проекта которые сейчас работят профиль ВУЗа когда каждому ВУЗу привязывается связка его профильных блоков и будет происходить перевод университета на использование тех профильных блоков по которым он дает образование и наоборот изымание контента который вот совершенно далек и чужд для для университета ну а второй проект ориентированный на преподавателей на кафедры проект кафедральной библиотеки это возможность для кафедры бесплатно работать с профессиональным блоком то есть на уровне кафедры можно на большой срок бесплатно получить доступ к профильному блоку а возмездность заключается в экспертной работе с ЭБС возможностями публикации и другой экспертной образовательной работы обратите на это внимание и еще один в плане комплектования совершенно оригинальный новый сервис Екарсар мы его развиваем совместно с Арбиконом он предлагает вообще новый сервис поиска книг по индивидуальным заявкам обычный ЭБС предлагает то что у них уже есть и ВУЗ смотрит попало не попало здесь ничего не сделаешь по факту новый подход к комплектованию подразумевает активный поиск книг если вы не нашли книги или вообще ее невозможно найти на рынке то вы можете оставить заявку у нас на платформе мы собираем консорцию заявку ищем ее и приобретаем то есть это вот новый вид точечного комплектования по заказу и вот с этим понятием по заказу он демант связан с целой цикл наших услуг это по сути дела новый подход работы не по факту а под заказ и практически все от рождения цифровой книги до ее финального версии до печати мы выстраиваем практически уже выстроили под заказ вот как это выглядит начиная с электронной книги е-корсар это формирование библиотеки под заказ вообще возникновение электронной книги если она нужна то происходит поиск оцифровка и предоставление доступа к электронным книгам по заказу это один цикл сервисов задач дальше если университету нужна не электронная книга а печатная то опять же по заказу запускается следующий цикл сервисов и мы создаем бумажную книгу print on demand и наконец третья которая вообще еще ни у кого нет это аудиокниги он demand книга если она нужна в аудио формате для незрячих или для зрячих она создается после этого заказа более того создается тем голосом который вы выбираете сами вот эта цепочка я считаю что это вообще технологии будущего как в автомобильном индустрии где вы как правило не покупаете то что в наличии а приходите в салон и заказываете то что вам хочется цвет функционал опции своего автомобиля так он будет и с книгой это самый широкий спектр возможностей которые только можно себе представить вот это один такой инновационный крупный блок следующий крупный блок инноваций связан с интерактивным контентом мы его называем учебник 2.0 вот совсем недавно и у меня был вебинар будет ли книга учебник таким как он был как будут существовать онлайн курс и книга в едином формате и понятно что текст уходит гипертекст происходит обогащение интерактивом создается аудиовизуальный контент все это нужно для образования платформенная навигация создает новое качество учебного контента в итоге учебник оказывается общит сервисами вот это и есть понятие учебника 2.0 не просто книга и вот очень хорошо здесь активно работает юрайт двигаясь от учебника к экосистеме вот и как они показывают как вот этот слайд из их презентации как из одного учебника обшиваясь цифровыми сервисами он и создает вокруг себя цифровую платформу экосистему онлайн курс и конечно в этой системе уже разница между учебниками и онлайн курсами не так велика это примерно две части две стороны одного и того же вот мы делаем движемся я считаю в том же направлении вот здесь я тоже систематизировал наш подход к этим дополнительным гипертекстовым сервисам учебника это и дополнение в виде тестов видео иллюстрации это и оценки читателей экспертов рекомендации рецензии и так далее это библиографическая работа с книгой теги классификаторы это и внешние отсылки где разместить включить интегрировать сообщить в соцсетях и так далее вот это то же самое собственно что ведет от книги к некому новому платформенному качеству и в рамках этого процесса происходит научное расширение книги вот в частности у нас на платформе книга может дополняться всеми возможными интерактивными дополнительными объектами она может содержать дополнительный исследовательский материал там различные архивные данные интерактивные приложения в виде видео и других вещей ну и публикация может стать площадкой для дискуссий и оценок работы особенно для студенческих работ и вот благодаря такому научному расширению книги где тоже больше чем книга мы создаем новые возможности для авторов мы не просто создаем мы продвигаем авторов конечно в среде которая имеет доступ к огромной аудитории 500 вузов 2 миллиона учащихся автор здесь получает совершенно новые возможности и также все остальное дои асбн дистрибуция онлайн статистика в общем целый комплекс и создание автора публикации в два клика по сути дела автоматизированный сервис публикации и его продвижением научной середине вот эти публикационные сервисы они сегодня становятся очень важными не только для публикации научных статей но конечно и для публикации в книжном формате все это может платформа эта платформа также одно из свойств платформы нового типа которую мы назвали science 2.0 достижение единства публикации чтения если раньше вот эти пространства были совершенно разные где вы опубликовались где вы исследовали то на ВБС в этой информационной платформе эти процессы сливаются воедино они позволяют публиковать и читать в одном месте и это помогает и исследованию и дискуссии и созданием каких-то там рейтингов продвижению то есть целый комплекс новых цифровых возможностей которые раньше для классической книги были совершенно недоступны и вот как одно из следствий того что вот платформы ЭБС могут это а классическое издательство не могут то что все ЭБС сегодня у нас по сути превратились в издательские комплексы нет ЭБС которая бы не была издательством и наша в том числе и тем самым достигается единство платформы и издательства но в частности наше издательство имеет сегодня около трех тысяч изданий в прайсе около пятидесяти тысяч наших изданий на платформе и в нашей ЭБС это самые востребованные издательства да и имея прямой доступ к двум миллионам учащихся конечно мы имеем некое преимущество перед издательствами у которых нет такого это ставит вопрос о будущем традиционных издательств которые не имеют ЭБС действительно им тяжелее и авторы которые вот идут через такое издательство конечно меньше продвигается в общем это все факторы которые перестраивают переструк трансформируют наш рынок ну вот я таким образом как бы обозначил не просто сервисы но целые такие инновационные комплексы которые внутри и много работы и много перспектив формируют видите это и с использованием контента расширением как бы книги это и с комплектованием библиотеки и целым комплексом интеллектуальных сервисов связанных с книгообеспеченностью в общем это касается всех и библиотеки и автора и учебного процесса это есть содержание той работы тех поисков которые мы ведем но помимо того что происходит внутри ЭБС многое происходит конечно и снаружи и в частности вот это моя сейчас практически последний блок на сегодня это вызов и перспектива открытого доступа пришло время и нам говорить об этом ЭБС хотя считалось что как раз ЭБС максимально далеко удалены от этого аспекта но тем не менее вот тема пришла я сейчас какие-то наши анонсы постараюсь озвучить ну во-первых все-таки эволюция БС да мы видим что очень быстро меняются и наши задачи на наше решение да я бы здесь выделил три этапа эволюции БС первая это эпоха больших базовых коллекций где доминировало представление что должна быть гигантская библиотека электронная которая охватит все вот сегодня НЭП национальная электронная библиотека все еще живет вот этой идеей вторая эпоха в этом эволюции эпоха отраслевых профильных коллекций когда пришла идея что обычному университету не нужны не нужно все а нужен тот профиль который ему изучается в университете и покупаем специализированную литературу вот и третья идея которая охватывает умы все быстрее и быстрее вы наверное слышали уже не раз понятие шеринговая экономика это экономика тоже новой эпохи в которой все больше держится на обмене и причем безвозмездном обмене и особенно это свойственно контенту информации когда люди просто меняются этим пользуются вместе вот и в нашей среде конечно эта идея пробивает путь в университетской среде не только за рубежом но и в России один из первых проектов шеринга это проект компании Neicon по созданию открытого репозитория вузовского контента называется Нора там любой контент был а вот следующий проект который уже прозвучал только в новом году это проект СЭП от издательства ЛАНЬ проект специализированного отраслевого контента который тоже становится бесплатным для консорциума вуза на платформе БС ЛАНЬ вот о нем у нас сегодня и пойдет прежде всего речь но я еще упомяну аналогичный проект который тоже объявила платформа IPR медиа это проект специализированного отраслевого контента научно-образовательного платформы вот ну насколько понятно из анонсов компании у них произошло разделение базы на закрытую подписную и открытую шеринговую да и тот те вузы которые хотят просто делиться бесплатно контентом они в нее включаются по отраслевому признаку вот вот этот принцип специализации по предметным по предметам он реализуется и у нас в профильных блоках это тоже мы были одними из первыми кто это объявили то есть это как бы создание ЭБС по отдельной отрасли таких у нас сегодня 58 вот наше преимущество это комплексный мониторинг литературы то есть там соединяются и коммерческие и некоммерческие книжные и журнальные то есть все форматы в рамках одной отрасли то есть так скажем что профильность контента это уже идея которая овладела массами и всеми электронными библиотечными системами все уже какие-то свои решения здесь предложили но вот все-таки проект СЭП ЛАНИ это серьезный вызов для рынка ЭБС потому что это идея открытого доступа те кто бывал на моих вебинарах у меня уже не один был посвящен открытому доступу и его проблем в подводных камнях ясно одно что открытый доступ производит коренную трансформацию научно-издательского обеспечения научного процесса ну и для издательства он огромное значение имеет получил он развитие потому что научная информация все менее зависит от услуг издательского комплекса сами эти услуги строятся уже по-другому вот и ключевой здесь вопрос кто платит да и когда вузы выяснили что в основном платят они за свой же контент то вопрос решается по-новому и сегодня уже научную информацию оплачивают университеты на стадии публикации а не покупки это и сместило как бы всю модель от подписного доступа к открытому вот но при этом все должны понимать что открытым может быть только тот контент который оплачен предварительно государством или фондами научными так происходит на западе и западные издательства постепенно перестроились денег за чтение на деньги с публикацией в общем довольно безболезненно новая модель подписки на журналы сейчас одно из названий Pay and Publish выключается в том что в подписку уже входит объем публикаций и доступ к чтению вот то есть издательские услуги включены в эти платформенные пакеты вот в России достаточно сильно все не так и тем не менее мы видим что весьма мощные проекты открытого доступа у нас возникает в частности Кибер Ленинга была пионером и одним из крупнейших таких проектов но все это строится на нашей специфики считаю специфика в том что издательский процесс принимает на себя университет соответственно бизнес модель издательская бизнес на издательстве для университета это не основной бизнес и он его субсидирует вот отсюда возникают и наши проекты Кибер Ленинга я сказал был первым в переводике а вот получается что второй такой полуоткрытый поскольку там конечно надо тоже некие условия участия это проект СЭП он он конечно претендует на переворот в университетском книгоиздании потому что считалось что университетская книга она всегда платная качественная ну и это как раз тот рынок который еще работает где есть деньги вот а сейчас получается что вузовский контент не стоит ничего что его можно получить бесплатно ну и условно бесплатно вот это конечно такое для всех не только издательств но и ЭБС большой вызов и вопрос сколько стоит вопрос сколько стоит контент не будет ли он тем самым обесценен и он провоцирует на два пути дальнейшего существования агрегаторов первое это концентрация на коммерческой литературе коммерческих издательств собственно лань на это и рассчитывает да что ее коммерческий контент этим самым не затронут они коммерческие так было у них раньше доступен свободно практически ну а вторая второе направление это развитие монетизация платформенных сервисов но это должны какие-то такие вот быть сервисы которые действительно не в придачу а совершенно дают новую услугу ну типа я корсара ну вот в общем вот этот вот шаг это конечно очень серьезный для всех нас шаг я считаю он разделил область университетской литературы на монетизирую и не монетизирую в принципе она и была такая да ну а теперь это становится уже разбито по проектам и совершенно очевидно так что в принципе вот этот вот проект он хоть и неожиданный на западе как раз ничего подобного не произошло чтобы вот с учебниками такое сделать но в целом он ожидаемый вот ввиду специфики россия которая сказала и тем не менее вот в это в этой очереди нашествие открытого доступа не хватает еще одного ключевого элемента и на самом деле вот как я раньше представлял что открытый доступ после периодики скорее ожидает монографии потому что это действительно такой формат который стал очень проблемным для рынка научной монографии практически перестали монетизироваться на рынке они спонсируются основном вузами или авторами или грантами но и сами при этом сами вузы их не покупают на уровне издания монографии но и в целом движение открытых монографии на западе уже началось такие уже проекты есть хоть они и имеют такой очень пока локальный формат и вот поразмышляв над всем этим мы в нашей компании Директ Меди тоже решили создать аналогичный открытый проект назвали его открытой монографии ВБС университетская библиотека онлайн вот и здесь будут представлены для бесплатного тоже условно открытого доступа монографические фундаментальные научно-популярные книги по гуманитарным естественным техническим наукам это будет и научные научно-популярные практически методические источниковедческая литература в общем у нас таких книг достаточно ну и вы знаете что мы всегда выступали как бы защиту монографии потому что они находятся в кризисе они потеряли былое значение в системе научных коммуникаций но тем не менее в гуманитарных науках они остаются ключевым элементом и вот если как бы представлять себе деление информационного поля вот я его разбил как в диаграмме наверху то есть периодика это ключевой элемент наверно с 30% значимость учебная литература тоже там где-то наверно 25-30 монографическая монографическая на мой взгляд занимает где-то 20% ну и остаток уже для справочной и прочей вот это все научные форматы ну вот на мой взгляд монографии хоть и не могут конкурировать с научной периодикой но в системе знаний занимает около 20% то есть это абсолютно необходимый такой элемент информационного поля ну и мы видим свою задачу чтобы из такой вот брошенной нерыночной литературы переводить хоть и некоммерческий но белый сегмент чтобы монографии появлялись в информационном электронном поле и не на последних ролях о высоком качестве вот два слова об условиях участия в проект он будет анонсирован несколько позже вот но пока могу сказать как он будет выглядеть там в этой коллекции будет доступно около 50 тысяч монографических изданий это будет самая крупная в России конечно коллекция сюда будут входить не только вузовские которые считаются некоммерческими но и монографии коммерческих издательств будут и зарубежные переводы которые очень дорогие будут и различные сервисы в том числе сервис мониторинга научных публикаций в России то есть это не просто коллекция монографии это действительно платформа самостоятельная для самостоятельной работы ну а доступна она будет для консорциума то есть некого клуба как и улани организации которые предоставят свой контент для доступа участникам консорциума то есть та же шеринговая модель которую предложила лань участвуешь контентом и получаешь бесплатный доступ вот предварительные условия различные права будут если предоставлено от 50 100 500 изданий в эту библиотеку и приниматься будут не только научные издания но и учебные пособия так что вот кратенько вы получили информацию и приглашаю вас задуматься ждать здесь новостей и участвовать в нашем проекте особенно те кто прежде всего те кто не является подписчиком нашей ЭБС ну и один из проектов вот этой работы по поддержке монографии это ежегодный конкурс фундамент науки где соучредителями являются и НИОН и БЕН библиотеки естественных наук Российской Академии наук вот в прошлом году более 300 монографий представлены на этот конкурс и некоторые пошли на экспертизу в Web of Science вот сроки до 1 октября так что тоже ждите новостей и информируйте своих коллег вот те кто следит за нашими продуктами знают что у нас был аналогичный проект Библиопланета ресурс русскоязычной научной литературы но он был предназначен для зарубежных научных институтов мы значительно расширяем и предоставляемся теперь вот этот проект в России вот я уже злоупотребляю вашим вниманием очень извиняюсь буквально займу вас еще две минуты чтобы представить результаты нашего рейтинга наиболее активных вузов по использованию ЭБС это тоже ежегодный рейтинг пользуется большой популярностью и уже почти 10 лет проводится на ежегодной основе совершенно кратко думаю вы тоже знакомы с его критериями вот здесь они изложены какие показатели входят в критерии активности вузов и на основании этих критериев поведения мы выстраиваем результаты ошибка это 20-й год а не 19-й вот как вы видите в этом году нашими рекордсменами стали университет Синергия они уже второй год подряд на первом месте Кубанский государственный университет и впервые в нашем рейтинге МГИМО поздравляем коллег они показали рекордные очень качественные результаты то есть действительно читают книги пользуются ими но вот список остальных двадцати двадцатки этого года вот и кратко чтобы все понимали за что да вот детальные показатели победителей чего они добиваются вот в частности книговыдач на университет Синергию 104 тысячи книговыдачи Кубанский государственный университет 102 то есть более ста тысяч книговыдач а если считать по поискам это там два миллиона около двух миллионов поисковых запросов они выдают если по такому интересному критерию как стоимость книговыдачи то есть по сути дела стоимость книги то получается что Синерги одна книга стоила всего 8 рублей МГИМО книга стоила 6 рублей видите насколько выгодно работать СБС активно а не пассивно есть те которые по 3000 рублей стоят одна книга вот ну собственно на этом уже заканчиваю вы можете ознакомиться с результатами здесь наша плеяда победителей вот им всем будет торжественно вручен диплом победителя очень красочно оформленный оформленный вот ну и призываю всех двигаться за лидерами вот на этом я наконец пришел к концу этого большого цикла по сути дела два раза по полтора часа четыре лекции ну надеюсь что они были для вас познавательные интересные во всяком случае я постарался чтобы так было так ну что ж тут еще могут быть вопросы так вопросов нет ну и хорошо да иначе это уже просто превращалось в марафон ну что ж коллеги благодарю за ваше внимание да что вы были вместе приходите на наши новые мероприятия и участвуйте вот в тех проектах которых я анонсировал хорошего вам дня до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...